Более 20 лет Бог обильно помазывает и использует брата Фестуса Нсогу, чтобы коснуться многих людей по всему миру. Он был познанный Господом Иисусом служить в Восточную Европу после распада коммунистического режима. Чудеса, исцеление, избавление и могущественное движение Святого Духа сопровождают чистое, мощное, бескомпромиссное служение Слова. Менялись жизни, многие обратились к Господу, создавались новые церкви при выполнении Божьего поручения. Теперь примите Слово Божие через Его слугу, брата Фестуса. Слава, слава Богу! Что ж, добро пожаловать сегодня снова в передаче «Восстань и сияй». Я пастор Фестус Нсога из церкви Оаза в Праге. И недавно мы начали разбирать тему церковь и тела Христова. Когда мы готовимся к возвращению Господа Иисуса Христа, знамения неизбежны. Куда бы вы ни глянули, в странах во всем мире все меняется так быстро и так стремительно, и это может случиться еще быстрее, чем мы думаем. Все произойдет намного-намного быстрее, чем мы думаем. Так что это очень важно, чтобы мы оставались сосредоточенными и чтобы мы понимали, что есть действительно важно. Как вы знаете, Господь Иисус сказал, «Где будет труп, там соберутся орлы». Везде, где вы видите труп, мертвое тело, там соберутся орлы. Итак, Господь Иисус Христос уже витает над нами. Я верю, что Он нас готовит к Своему приходу. Он собирается вернуться на землю, и Его глаза смотрят на место, где находится труп, или где Его тело, где тело Иисуса Христа, где Его невеста, на нее смотрят Его очи. Он возвращается за Своей невестой, за церковью, за телом Христа, за семьей Божьей. Итак, нам лучше быть готовыми как церковь, не только как отдельные лица, но как церковь, как тело. Аллилуйя! Давайте сегодня помолимся. Отче, благодарим Тебя и благословляем и хвалим Тебя. И снова просим Тебя, Господи, помажь эту часть сегодняшнего послания. Пусть Твоя слава и благодать будет на нем. «Прекрасный Дух Святой, помажь меня, прошу, и, Господи, поделись своим сердцем с каждым зрителем». Если вы на самом деле хотите узнать Божье сердцебиение, для чего бьется Божье сердце? Оно бьется для церкви, тела Христова, тела верующих. И это, что должно быть в нашем сердце, в разуме в эти последние дни. Как сказал Господь Иисус, когда увидите, там, где будет труп, там слетятся орлы. Господь Иисус Христос возвращается снова на землю. Здесь в книге Откровения, глава первая, читаем, что Он ходит посреди семи светильников. Светильники представляют собой церковь. Церковь — это свет миру, это тело Христа. Аллилуйя! Факт в том, что... Смотрите, что говорится в стихе о десятом, глава первая, книга Откровения. Десятый стих говорит, «Я был в духе в день воскресный, — говорит Иоанн, — и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквям, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сына человеческому, облеченного в падир, и по персям, опоясанного золотым поясом. Посреди светильников золотых — это Господь Иисус Христос. Господь Иисус все еще ходит посреди церквей сегодня. Церковь одна. Есть церкви в разных городах, в разных служениях, в разных местах, но все они одно тело. Один Дух, один Отец, один Господь, одно крещение. Одна? Одна церковь, одно тело Христа. Итак, он здесь говорит, что церковь — это светильник. Церковь в конкретном городе. Это свет для этого города. Церковь в стране — это свет для этой нации. Церковь в мире — тело Христова. Это свет сегодняшнего мира. Христос посреди Своей церкви. И далее тут говорится в 16 стихе. Он держал в деснице Свои семь звезд. И если пойдете далее, то увидите, что говорит, что это тайна семи звезд. Это уже 20 стих. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи светильников — есть сия. Семь звезд — суть ангелы, семи церквей. А суть светильников — суть семь церквей. Семь звезд, которые находятся в его правой руке, это семь ангелов церкви. Ангел церкви — это посол той церкви. Ангел здесь как посол. Муж, жена, человек, предназначенный как пастырь той церкви, как посол. Он ангел того собрания. Как я уже рассказывал в видении 2005 года, когда я видел огромное поле, и то поле было размечено, разграничено, разделено на отдельные части. И на этих участках были посажены деревья. На многих из них. Некоторые были малые, некоторые большие, а некоторые были пустыми. И те, что пустые, некоторые еще не были засажены. Или человек, предназначенный для насаждения туда церкви, не послушался и ничего не насадил. Когда я обернулся, то увидел миллионы вот таких вот горшков. Они висели повсюду. Было похоже, что 90% того, что я видел, были именно цветочные горшки. И Господь дал мне понимание в Его Царстве, в Его Церкви, в плане Его Церкви, всякое церковь или служение, что было Богом установлено, и что было в Его изначальном плане, размечено на том поле, на той земле, где они должны быть посажены. Некоторые уже засажены, некоторые малые, какие-то большие, какие-то все еще пусты, только ждут насаждения, а некоторые пусты, потому что люди, призванные сажать, их не послушались, не пошли и не посадили. Когда Господь послал меня прийти сюда, чтобы насадить это служение из церков, если бы я не послушался, то это место на земле все еще бы имел. Но Его бы не посадили, потому что человек не послушался, не захотел бы идти. Дары и призвания не приложены. Если Бог призвал, так призвал. Это в исходном плане Его царства. Потом Он мне дал понять, что те горшки, а их на самом деле было очень много, это церкви и группы и служения, которые никогда не были в Его изначальном плане. И потому они не получили свой удел на той почве, где бы могли быть посажены. Поэтому они имеют корня в почве. Господь даже сказал, что люди насадили это вот в такие штуки. Некоторые были очень большие. Если бы человек не посмотрел вниз, то, возможно, бы и не понял, что это горшок, что у них нет корня в земле. Многие были больше даже тех, что были в земле. И разрастались. Но не имели корня в почве, потому что не были изначально в Божьем плане. И я говорю до сего дня, что очень важно понимать, что Христос придет за Своей церковью. Он также сказал, «На камне с ним», то есть Христос, «Я построю церковь свою, и врата ада ее не одолеют. Будут воевать против нее, конечно, но не одолеют ее». Я здесь уже 27 лет. Я пришел сюда, никого не зная, ничего не имея и не зная ничего. Но Бог послал меня сюда. Если бы это не было от Бога, то все то, через что я прошел, что мы прошли, нас бы здесь уже давно не было. Ни за что. Я приехал сюда не в поисках хорошей возможности. Нет. Я приехал с посланием. И так это с каждым настоящим мужем или женою, которых Господь призвал. И так это с каждой настоящей церковью или служением, который изначально в Божьем плане его царства. Наш Бог не автор беспорядка. Сегодня многие люди, веря во Христа, думают, что могут присоединиться к любой группе, которую хочешь. Они думают, что могут куда угодно. Но послушай, многие из них именно такие. Я не говорю это потому, что хочу кого-то разозлить. Не потому. Бог знает мое сердце. Но я хочу предупредить многих христиан сегодня, многих лидеров, групп, церквей, служений, или так званых служений, или так званых пророков, апостолов. Не говорю, что ты фальшивый или плохой. Но убедись. Много лет назад был человек, который был хорошо известен, если я упомяну его имя. Вы бы знали его. Не хочу называть. Я так много слышал о нем. Его называют пророком. Хорошо известный пророк. Очень влиятельный пророк. И я не сужу ни одного проповедника. Я не сужу ни одну церковь или служение. И я спрашивал. Я столько всего слышал о нем. Много запутанного о нем. И я искренне просил, Господи, пожалуйста, покажи мне. Кто? Что это? И Господь показал мне это. Служение, так называемого, пророка. И я видел это место, где он был, та почва, где он был, та земля. Она была зыбкой, нестабильной, скользкой. И я видел демаркацию между ним и другим служением, которые и есть настоящие Божьи дела. Что я знаю. Не хочу говорить имя. Но этот муж пытался слиться с этим вторым служением или церковью. Как будто они были одними тем же. И если вы не будете очень бдительны, вы этого не увидите. Та земля плавала, как подвижная. Он пытался преодолеть эту разницу, старался слиться с тем другим, как будто это одно и то же. Но когда я взглянул наверх, я увидел столбы. И на тех столбах были изображения. Идолы. И я сказал, «О, Боже мой! Земля была скользкой. Не была устойчивой. Та другая церковь и служение имела прочную основу. А его территория была просто скользкой почвой. И он пытался раствориться, как будто это одно и то же. Когда вы отдаете свою жизнь Иисусу, когда вы рождены свыше, советую спрашивать Бога. Спрашивайте Господа Иисуса Христа, «Господи, прошу, помоги мне!» Если вам, конечно, не проповедовал какой-то пастор, проповедник и не привел вас ко спасению, но и в этом случае, поскольку и люди из цветочных горшков могут быть достаточно пылкими, даже слишком, они очень серьезны в том, что делают, даже активнее, чем те истинные церкви, которые Бог предопределил. Иногда Господь мне сказал, что это происходит из-за проблем в церквях. Недостающие смирение, грех, что-то случилось, и люди отрываются. И когда отрываются, то идут к цветочному горшку. Иисус никогда не изменял свой план. Дары и призвания не приложены. Если уже призвал, так призвал. Однажды определил пределы на почве, так установил. И Иисус приходит, чтобы судить церковь. Первый. Библия говорит, что пришло время, когда суд начнется где? В Божьем доме. Сегодняшняя пандемия, этот вирус сейчас, и многое другое еще впереди, всем сотрясает. Многие церкви, многие служения, многие группы будут потрясены, и не все переживут. Дьявол атакует бешено и свирепо. И если вы действительно не находитесь в том, где Бог хочет, чтобы вы были, и не делаете того, к чему призваны Богом, и если вы действительно не в его оригинальном плане, и вы не засажены на то место, где он хочет, чтобы вы были засажены, если вы не там, то в это последнее время нет никаких гарантий вашей безопасности. Атаки сатаны и мира будут очень свирепыми. Итак, пришло время, чтобы вы исследовали себя, свои служения, исследовали свои мотивы. Почему делаем то или иное? Давайте вернемся к Богу и скажем Господи, «Я хочу убедиться, что я в твоем замысле и на том месте, куда ты меня предназначил. Я не хочу иметь горшковые служения и церковь. Я лучше буду чистильщиком ботинок или водителем автобуса. Найду себе работу, нежели основывать горшковую группу». Дьявол приходит в ярости. Некоторые потеряют свое супружество, кто-то потеряет здоровье, кто-то потеряет все. Некоторые в конечном итоге потеряют даже и здравый рассудок. Давление будет расти, но каждый муж или жена или любая церковь, которую Христос установил, и если мы, и даже этим церквям тоже нужно покаяться, потому что многие из них пустились в политику и мамону, соперничество, соревнуются одна с другой, даже безбожными мирскими способами. Пришло время, чтобы исследовать самих себя. Царь грядет, жених идет, суд начнется сначала в Доме Божьем. Библия говорит, что если с нас начнется суд, то как устоят грешники? Мои братья и сестры, я плачу в своем духе, говорю к вам и к себе. Время исследовать себя, быть честными и пасть перед Богом и сказать, «Боже, мы здесь». Куда бы ты пожелал, чтобы мы пошли, чего бы ты не пожелал, чтобы сделали мы, мы готовы. Если ты оторвался от какой-то церкви, от какого-то служения, по какой-то причине, и может ты и прав, возможно, там существует что-то плохое и грешное, и может там что-то случилось, и ты обиделся и оторвался, и занимаешься своим делом, хочу, чтобы ты сейчас в это время был способен и открыт для покаяния перед Богом и даже примириться. Библия говорит, Иисус говорит, Библия говорит, что прежде чем вернется, то пошлет Елисея, который обратит сердца отцов опять к сыновьям, а сердца сыновей к отцам. Сейчас пришло наше время подготовиться к приходу нашего Госпора. Сейчас время примириться с отцами, сыновьями, матерями, дочерьми. Пусть придет исцеление в теле Христа. Это не значит, что мы все должны поклоняться под одной крышей. Это не обязательно должно быть экуменическим. Но пусть будет так, что наши сердца друг к другу чисты, благородны и без обид. Время, когда мы тайно соревнуемся и соперничаем. Ну, а если ты миссионер, то молись, чтобы Бог тебя сберег. Они могут убить тебя, могут забросать камнями, хулить всевозможными ругательствами. Ревность, зависть в теле Христа. Бог работает прямо сейчас, чтобы очистить церковь, омыть ее. Это Божья воля. Господь Иисус Христос здесь говорит церквям. Глава 2, книга Откровения, стих 1 говорит, ангелу Эфесской церкви напиши, «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Он ходит посреди светильников, золотые светильники, посреди церкви. Христос бы не передавал Иоанну послание, чтобы тот передал его небесному ангелу. Нет. Ангел здесь, это посол, пастор, лидер, апостол, кто угодно, кого Бог установил, чтобы вести эту церковь. Это посол или ангел той церкви. Окей? Итак, здесь говорится, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы». Это все происходит в церквях. И дьявол знает силу церкви. Он знает ее, и поэтому его главная цель — тело Христово. С самого возникновения церкви в книге Деяний вы слышите об преследовании всего и всех. Императоры убывали христиан, сжигали их на кольях. Невообразимые преследования до сего дня во многих частях мира тело Христово подвергается нападению. Но важно то, чтобы ты и я убедились в том, что наш корень в земле. То, что церковь и служение не есть ваше собственное дело. Потому что в эти последние дни, в это последнее время, вы можете потерпеть ужасные поражения. И Христос не может сполна защитить вас и то, что вы делаете. Он милосердный, он добрый, но не может вас уберечь. Защитить тебя и... Защитить тебя и... Нет, нет, нет. Есть предел тому, как он может защитить такую вещь. Есть лимит. И вы можете потерять свою жизнь. Вы можете потерять свой брак, вы можете потерять свой разум, вы можете потерять здоровье. Вы можете попасть в большие проблемы. И потом можете Можете тратить все свое время, энергию, молитвы, посты, связывать и развязывать, делать все эти хорошие вещи, но не на правильном основании. И потом вы удивлены, почему Бог не благословляет меня? Почему это все со мной происходит? Почему моя жена меня бросает? Почему я все еще борюсь с этим грехом и с тем грехом и вот с этой проблемой? Что происходит? Убедись, что твой корень в земле. Иначе Христос тебя не будет защищать на 100%. Если все, что ты делаешь, это инвестиции всего, что ты имеешь и кем являешься в то, что не имеет корня в земле. Он не будет этого делать. Мы живем в таком периоде и в таком времени. Так что Господь просто говорит, знаю дела твои, я знаю, что ты делаешь. Это церкви, которые действительно были в первоначальном плане Бога. Вот почему Бог отправил им это послание. Потому что церковь, всякая церковь или служение, которые по-настоящему в Божьем плане имеют свое место на земле, в духовной области, конечно. И им было дано это место. И Господь будет с ними разбираться. Он всегда отправит им сообщение. Всегда посылает предупреждение или обличение, но и ободрение. Покажет им, что они делают правильно, а что не так. Когда они смиряются и раскаиваются, они могут двигаться вперед. Всем тем церквям написал. Он сказал в стихе, в третьем говорится, «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Эта церковь была насажена в той земле. Она изначально не возникла из бунта и из-за разрыва. Когда кто-то вдруг однажды увидел сон, и другого дня просто оторвался. И основал свое дело. Нет. Но, несмотря на это, они имели свои слабые места. И Господь был способен им показать их, и также показать их сильные стороны. Итак, ни одна церковь несовершенна. Всякая. И даже если они не идеальны, как эта церковь, несмотря на это, они все же были насаждены верно. Основание было правильным. У них был корень в земле. Имеют свои ошибки. Итак, некоторые люди в той церкви, какой-то мужчина или женщина в той церкви, может увидеть некоторые из этих ошибок и уйти. И начать свое дело. И он может быть прав. Потому что посмотрите, что они делают. Посмотрите, что делают. Они оставили свою первую любовь. Ой, я лучше уйду отсюда. Кто-то увидит. Эй, смотри. Хотя это хорошая церковь. Они оставили свою первую любовь. А некоторые в той церкви увидят эту теплость или холодность, и что? Оторвутся к себе. Почему? Очень веская причина оторваться. Почему? Ну, потому что они оставили первую любовь. Но Христос посреди них. И Он есть Тот, кто имеет право обличать, наказывать, чистить, омывать, обрезать и судить. Не ты. Ты видишь, что они оставили первую любовь, и скажешь, видите, что тут творится? Я собираюсь, я ухожу. Я ухожу отсюда. Итак, ты уходишь и наслаждаешь что-то свое. Идем дальше. Далее говорит, «Итак, вспомни, откуда ты мне спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Оставьте это Иисусу. Помните, когда Давид переносил Божий ковчег в город Давидов? А затем Оза, когда ковчег съехал, знаете, как та маленькая тележка тянула Божий ковчег, и вы знаете, что Оза страстный и набожный человек старался своей рукой подпереть тот ковчег. И что случилось? Бог его убил. Церковь Божия принадлежит Богу. Он есть тот, кто будет наказывать ее, он есть тот, кто будет воспитывать ее и будет делать то, что хочет делать. Если вы видите, что-то не так в церкви, лучшее, что вы можете сделать, это покаяться, самому пасть на лицо и плакать, «Господи, вмешайся! Господи, сделай что-нибудь! Господи, говори к нам! Господи, измени! Господи, проговори к лидеру, сделай что-нибудь! Господи, не оставляй нас так! Вот что тебе надо делать, а не отрываться! Если ты оторвался и сам по себе, ты начал цветочный горшок! И у тебя нет корня в земле! Господь ведь сказал, что люди насаждают вещи, как это. Если вы посмотрите на все церкви, он говорит к ним. А потом он говорит, давайте прочитаем седьмой стих, «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, который посреди рая Божья». Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо, но будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Каждая церковь достала свои наставления от Господа. Все. Как же и сегодня, говорит Господь, если церкви или пастора или лидеры услышат, тогда они будут каяться, они будут обновлены. В это время и час замечательно, что ты и я можем приблизиться, и мы можем иметь уши, которые все еще слушают Божий голос. И не просто следуем своим планам, своим программам или договоренностям, как обычно это делаем, ежегодными циклами. Я думаю, что COVID-19, когда все вдруг закрылось, прежде чем мы начнем, в это время, когда все закрыто, и мы в карантине, пришло время для всех в теле Христа, каждой церкви, каждой поместной группы, начать искать Бога, чтобы ясно слышать от Него, что Он говорит церкви. И чтобы мы больше не открывали церкви, просто чтобы продолжить то же самое. Пришло время покориться мне и вам, и искать Божьего лица, чтобы получить свежий мандат от престола Божьего. Аллилуйя! И для тех из вас, потому что сегодня у нас много всего происходит в церквях, много ошибок, много... Некоторые думают, что Бог их установил как критиков церкви и тела Христа, что они судьи, что они разоблачители теле Христа. Кто вас установил обвинителями тела Христова? Христос не нем. Он не молчит. Он знает, как говорить со своими собственными церквями. Убедись, что ты не занял позиции судьи. Большинство людей, что откололись, начали что-то свое, потому что видели ошибки или притворство в церквях и начали что-то, теперь делают еще больше ошибок, чем та церковь, из которой вышли. Сначала все может выглядеть замечательно, но через некоторое время начнут появляться трещины. Как стать членом этой несукрушимой церкви? Во-первых, ты должен родиться свыше. Ты должен войти в овчарню через дверь. Иисус сказал, «Я есть в дверь. Кто войдет Мною, будет спасен». Ты должен убедиться, что ты не просто вполз по религиозному, не просто стал активным членом поместной общины, и ты думаешь, что ты этим спасен и идешь на небо. Когда зазвучит труба, много усиленно трудящихся религиозных людей останется здесь на земле. Почему? Потому что никогда не настал день, когда они бы пришли сознательно и охотно покаяться во грехе и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Вы можете так привыкнуть к христианам и христианству и видеть, что там хорошая атмосфера и там много людей, и ты сольешься с толпой. Но сам за себя ты никогда не сказал, «Слушай, пришло мое время. Я хочу жить для Бога. Хочу отдать свою жизнь Иисусу Христу». Я слышал, я узнал, я понимаю, чего требует от меня Библия. Господь, отдаю Тебе свою жизнь сегодня. Прости мне все грехи. Спаси душу мою, войди в мое сердце. Господи Иисус Христос, будь моим Господом и моим Спасителем. И только потом ты будешь крещен Духом Святым в мистическое тело Христа. Есть только одно тело. Одно духовное тело и одно физическое поместное тело. Возможно, ты уже часть физического поместного тела, но не являешься частью того непоражаемого, невидимого тела Христа, потому что таковым можешь стать только посредством Духа Святого. Но как только ты отдашь свою жизнь Христу, ты крещен в то тело Христа. Войди через двери покаяния, двери нового рождения. Если войдешь этими дверями, ты будешь спасен. А потом можешь входить и выходить, и о тебе позаботится сам Господь Иисус Христос. Аллилуйя! Сфотографируйте информацию на экране, позвоните, напишите, и если у вас есть вопросы или вам нужна молитва, или что-то вам посоветовали, будьте свободны, звоните, пишите сегодня и попробуйте отправить свое денежное пожертвование, чтобы помочь сохранить это послание в эфире. Люблю вас, и пусть Господь Всемогущий вам откроет глаза, и пусть направит вас по местную церковь, собрание, где вы должны принадлежать и служить там верно. Любить там и быть любимым. Да благословит вас Господь, и да сохранит, и защитит вас в эти последние дни. Никакое зло, и никакой демон, и никакая сила врага пусть вас не вытеснит вон. Никакая обида, никакая ошибка пусть не сдвинет вас с места, куда Бог поместил вас. Оставайтесь там, любите и служите там. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!